Мы находимся с вами в зале русского искусства 18-го, первой половины 19-го веков. Одним из самых значимых полотен в этом зале является вот эта картина. Это портрет русского поэта 18-го века Гаврила Романовича Державина. Полотно написано художником Сальватором Тончи. Эта работа тесно связана с нашим городом Иркутском. Каким образом? Дело в том, что иркутский купец Александр Михайлович Сибиряков восхищался творчеством Державина и в знак своего почтения он решил отправить подарок купцу – шубу и шапку из дорогих соболей. Он отправляет ему в Петербург этот подарок, Державин принимает, и в свою очередь он решает отблагодарить купца и заказывает живописцу Сальватору Тончи портрет в подаренных мехах. Сальватор Тончи пишет картину, а Державин отправляет ее в Иркутск нашему купцу. После смерти купца портрет попал на склад хозяйственных вещей. Долгое время он оставался незамеченным, но потом его замечает генерал-губернатор Синельников. И уже при Синельникове портрет был несколько изменен. Он попросил живописца Вронского, ссыльного поляка, приписать на портрете вид Иркутска и вид гор. Но у картины была очень сложная судьба. В период Гражданской войны она значительно пострадала, она была изрешечена вся штыками. И спустя несколько лет ее отправили на реставрацию в реставрационный центр Грабаря в Москве. И там у реставрационной комиссии возник вопрос, до какой степени реставрировать картину, до той степени, в которой написал Тончи, или до той степени, в которой уже приписал Вронский. И по просьбе сотрудников нашего музея было решено вид города и вид гор оставить, поскольку эта картина тесно связана с нашим городом. И также Вронскому удалось довольно гармонично вписать этот вид. Так что не нарушилась целостность картины. А теперь вопрос для наших зрителей. Какие храмы изображены художником Вронским на картине? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ